Первые 10 дней осеннего призыва позади. В городском военкомате активно работает врачебная комиссия. План отправить вооруженные силы всех родов войск 500 человек. Через военкомат до конца декабря пройдет гораздо больше, около 2000. Им придется подтвердить свое состояние здоровья, которое не позволяет служить, или предоставить отсрочку. В основном отправляются служить в западный военный округ. Это 26 субъектов уходит у нас в западный военный округ, я уже назвал крайние точки. Ну и где-то процентов 5. 5 мы отправляем в другие округа. Ну, например, Южный военный округ. Это Черноморский флот относится туда. У нас там Шевская стоит, 40-я ракетная бригада, куда мы ежегодно отправляем около 10 человек для службы в этой ракетной бригаде. Крайние точки это Калининград, Тверь, Санкт-Петербург и Воронеж. Василию 20 лет и перед ним открыто множество дверей. Молодой человек не сомневается в главном – нужно служить. Желательно идти по контракту. Военная служба дает множество возможностей для карьеры, ну и плюс соцгарантии. Этим летом я закончил Ивановский энергетический колледж на отделении электрической станции. Позже защитил диплом. Пришла повестка, я пришел, прошел медкомиссию, был признан годным и скоро отправлюсь в армию и предпочтений каких-то определенных нет. Чтобы быть отобранным в те или иные войска, нужно пройти 8 врачей. Самые крепкие ребята пойдут в ВДВ и морскую пехоту. Те, у кого здоровье послабже – на подводной лодке или в танке, а еще в артиллерию. Остальным – связь пехота РВСН. 10 человек с образцовой осанкой и выправкой отправят в президентские войска. В Ивановской области не у всех призывников хорошее здоровье. Самые распространенные заболевания – плоскостопие и сколиоз. Плоскостопие делится по степням. С первой степенью, со второй служат с незначительными ограничениями, а с третьей степенью уже не служат в армии. Ограниченно годны, поскольку возрастает нагрузка на стопу, возникает боль, отек. И поэтому… Первая партия призывников покинет родной город уже 30 октября. Ребята отправятся в ВДВ. В Тейковских или Ивановских частях останутся только 5-10% срочников. Это те, у кого семейные обстоятельства – жены, дети или родители пенсионеры. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.